Дайджест недвижимости На случай неучтенных в перечне событий в закон об ипотеке предлагается внести общую формулировку о запрете взыскивать залог ипотечного должника, если тот нарушил свои обязательства, вследствие, цитирую, обстоятельств непреодолимой силы. Авторы проекта предлагают распространить действия закона на займы, взятые с 1 сентября 2014 года. Таким образом, депутаты намерены улучшить положение валютных ипотечников, чьи рублевые ставки по кредиту выросли в несколько раз из-за падения курса рубля. Сейчас в России 17 тысяч валютных ипотечных заемщиков, 4 тысячи из них испытывают трудности с погашением кредита, уточняет издание. Дайджест недвижимости Мэрия выставила на продажу новые помещения в торговом центре Европейский. Постановления об условиях приватизации размещены на сайте городской администрации. В первом говорится о продаже помещения на седьмом этаже торгового центра, площадью 225 квадратных метров. Стартовая цена почти 8 миллионов рублей. Во втором речь идет о приватизации помещения в 39 квадратов на первом этаже Европейского. Его начальная цена – 1 миллион 388 тысяч рублей. Ну а самая крупная продажа в торговом центре Европейский назначена на 31 августа. Напоминает бизнес-новости в Кирове. На торги выставлено нежилое помещение на первом, втором и третьем этажах здания, общей площадью почти 6,5 тысяч квадратов. Стартовая цена имущества составляет более 330 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Более 450 заявлений на приватизацию жилья подали кировчане с начала года. Об этом сообщает департамент муниципальной собственности мэрии. Приватизировано 453 жилых помещения, общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. За тот же период прошлого года показатели были чуть выше – 570 заявлений. Поток желающих оформить жилье в собственность стабилизировался после объявления о бессрочном продлении бесплатной приватизации, отмечает в департаменте. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.